Анатолий Музюкин 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 проходит такое, надо сказать, обучение, что ли, и судебной защите, и право воспитания, и здесь и профилактика. Ну вот что касается бесплатной юридической помощи, я бы попросил Самира Наримановича об этом рассказать, потому что он непосредственно совместно с нашей библиотекой имени Горького, с нашим партнером, да, проводит вот эту вот работу, так нужную, полезную, необходимую и востребованную. Скажите, пожалуйста, кто же может обратиться и когда это можно сделать? Во-первых, есть закон Рязанской области, и по этому закону четко определены к тигру людей, кто имеет право обращаться за бесплатную юридическую помощь. Мы каждую пятницу, каждого месяца, то есть пятница, каждого месяца мы проводим дни бесплатной юрпомощи. По сути, обращаются люди, категории граждан, мы как бы не разбираем. У кого есть желание, они приходят, они обращаются. У нас все условия созданы для этого, наши эксперты, они подготовлены, они готовы отвечать на все вопросы, которые интересуют жители нашего города. Что самое популярное, с чем чаще всего приходят? Ну, большинство наших посетителей – это люди преклонного возраста. Их интересуют вопросы порядка оформления, наследства, как правильно подарить квартиру, как разделить земельный участок, как правильно обращаться к государственным органам, чтобы не отказали им. Вопросы разного характера. Вы уже сказали, что был организован Центр бесплатной юридической помощи, это как раз на базе библиотеки. Да, дело в том, что вот Рязанское региональное отделение, так как это наша миссия оказания бесплатной юрпомощи, мы это все делаем через Центр, называется Центр оказания бесплатной юрпомощи и медиации, называется Добро. Вот через этот Центр мы регулярно проводим одни бесплатные юрпомощи. То есть создана полноценная площадка, где люди могут прийти, будучи уверенным, что их встретят профессионалы, выслушают их, дадут возможность обозначить свою позицию и помочь им подготовить документы, консультировать их. Вы уже упомянули такое интересное слово, как медиация, да, что это такое? Я думаю, что Анатолий Павлович как раз является в нашем регионе одним из идейным вдохновителем развития целой системы примирения. Да, сейчас ведь и произошло очень много изменений. Вот 25 ноября вступил 197-й федеральный закон, который позволит усилить позиции целых примирительных процедур, туда и медиации, и переговоры, и посредницы входят. И в том числе Анатолий Павлович активно участвует в содействии при формировании судебных примирителей из числа судей в отставках, да, Анатолий Павлович? Да, Верховный суд на своем заседании пленарном утверждает список судей в отставке, которые будут участвовать в примирительных процедурах, потому что примирение, в общем-то, это не такая простая, да? Совсем по житейскому быту. А уже судебный опыт, он, конечно, дает в полной мере возможность провести вот эту примирительную процедуру и в полном соответствии с законом, потому что там все-таки какие-то положения есть, и довести до какого-то определенного разумного результата. Кого можно помирить? Почему чаще всего возникают такие ситуации? У кого есть желание, у кого есть... Это пелодобровольные, вообще-то. Да? Это первый принцип, да. Но суды обычно предлагают провести примирительную процедуру. Не судебное рассмотрение, а примирительное. Потому что это дешевле для граждан, получается, и короче срок рассмотрения. В судах ведь иногда приходится, так сказать, с различными экспертизами, запросами. Затратами на адвокатов, юристов, госпошины. Да. Да и разгрузить суды, потому что они завалены вот этими разными вопросами, которые можно разрешить на каком-то таком простом уровне. То есть не умеют просто общаться и доходят до судебных дел? Если между людьми возникает конфликт, существует несколько способов для их решения. Первый – это силовой способ, второй – правовой способ, третий – мирный способ. Мы понимаем, какие последствия возникают при силовом способе разрешения споров, правовом. А есть еще мирный способ. Как раз вот институт медиации, институт примирения, мы для этой как раз и созданы. То есть государство предложило обществу удобный, быстрый, эффективный способ разрешения споров. Хотите судиться – обратитесь к судебным органам. Хотите договориться и мириться, пожалуйста, есть другие площадки. Кроме того, вообще мы впервые в России, в Рязанской области, на базе Рязанского института развития и образования, благодаря Каша Ивановичу Андрею Анатольевичу, мы в этом году утвердили учебную программу по подготовке, переподготовке профессиональных медиаторов. В 256 часов, вот 25-го числа, у нас будет первый выпуск. 13 профессиональные медиаторы, они приступят к выполнению своей обязанности. Вот Анатолий Павлович Музюкин как раз является председателем экзаменационной комиссии по этому направлению. Послушаем, чему вы научили там. Да, вот я как раз в этом направлении являюсь тренером, профессиональным педагогом. Я как раз веду эту дисциплину, это направление. Какие интересные у вас проекты. Я знаю, что есть еще два интересных проекта, которые вы развиваете в Рязани. Да, это поезд. Да, правильно вы обратили внимание. Мы в этом году реализуем два важных проекта. Один проект федеральный, другой региональный. Первый проект – это правовой поезд. Это оказание бесплатной юрпомощи осужденным. То есть в этом году мы выехали, можно сказать, все исправительные учреждения, которые находятся на территории Рязанской области, оказали бесплатную юридическую помощь осужденным. А второй проект – это региональный проект «Рязань без экстремизма». Мы его тоже завершили. Это работа с молодежью в разъяснении, что такое экстремизм, какие последствия, как правильно использовать интернет-ресурсы. Потому что всякие репосты, лайки, они тоже чреваты. Получается, что по незнаниям можно оказаться в поле зрения правоохранительных органов. И можно поставить крест на свою перспективу, на свое будущее. Конечно, удивительная тема – экстремизм. Здесь очень тонкая грань, ее сложно уловить самостоятельно. Это очень здорово, что вы объясняете. Конечно, отчасти это наша задача, это наша миссия, это правовое просвещение, это разъяснение. Одним из направлений работы ассоциации является антикоррупционная экспертиза. Как можно проверить документы и какие нюансы туда могут заложить другие профессионалы? Даже по тем нормативным правовым актам, которые размещаются, прежде чем его принять на сайтах разных государственных органов. То есть у нас даже есть члены нашей организации, которые являются аккредитованными и по антикоррупционному экспертизу Министерством юстиции России. – Эта комиссия делает свое заключение, обращает внимание на какие-то положения законопроекта и доводит до средни разработчиков этого законопроекта с тем, чтобы они приняли соответствующее решение. Согласиться, не согласиться – это уже вопрос их, но тем не менее потом принимать будет этот закон. Или Государственной Думы, или какой-то орган исполнительной власти. – Много ли таких пунктов бывает, как часто у нас? – Может, мы в прошлом году пять антикоррупционных экспертиз представили разных органов, в том числе и муниципальных образований, потому что если на сайте размещены нормативно-правовые акты, которые противоречат или являются коррупциогенными, то есть мы их информируем, уведомляем, направляем представление, ну, отстраняет и приводит его в соответствие. – То есть обычно они не спорят, здесь все мирно проходит? – Есть всегда предмет для обсуждения, есть какие-то вопросы, это не директивная методика, мы говорим, на вашем сайте размещена такая-такая информация, просим вас обратить внимание и привести его в соответствие действующей законодательности. – Получается, вы больше обращаете внимание, и это идет совместная работа юристов и организаций? – На базе нашей организации, региональной ассоциации юристов, и наша организация тоже является аккредитованным центром по оказанию бесплатной юрпомощи, и наша организация имеет аккредитацию, и член этой комиссии. – Какая у вас интересная работа, и как много разных направлений. – С вашего позволения, накануне праздника, Анатолий Павлович, мы поздравим наших юристов и членов нашего регионального отделения, у нас есть такая возможность сейчас. – Юристы разных профессий, хотя бы разных ведомств, в смысле, да? – Ну, все мы делаем общее дело. Это главное. Те знания юридические, которые мы получили, мы должны их внедрять, пропагандировать среди населения, объединив свои усилия. Поэтому с праздником. С Днем Конституции прошедшим. И с Новым годом. – И с Насыпающим. – Я тоже присоединяюсь к темным словам. Поздравляю наших членов и всех юристов Рязанской области. Я вам желаю успехов вам, вашим близким, родным, чтобы в Новом году у вас были новые достижения. Так, и с Днем Конституции, и с Новым годом, и со всеми другими праздниками. – Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам сегодня в студию. – Спасибо. – Нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас был председатель и исполнительный директор регионального отделения Ассоциации юристов России. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова